...половому признаку всегда привлекали внимание не только своими песнями. Вообще-то мальчиковые и девчоночные группы как раз и рассчитаны на то, чтобы их не просто слушали, но и пристально смотрели на них. Украинская «Виагра» как раз из тех, на кого смотрят. В конце апреля девушки привезли в Москву свой новый альбом «Стоп снятый». Для кого не секрет, что у нас был сложный период. Пусть как-то не сложный, а такой непростой. Это как, знаете, это как возрождение после чего-то такого. У нас был, нас ударили очень сильно. Но мы поднялись, мы встали и мы специально подарим этот альбом для того, чтобы для тех, кто нас любит, кто нас там ждет. А осенью обязательно полноценный альбом со всеми новыми самыми песнями мы подарим вам и только для вас. Уход Алены Вильницкой явился тяжелым ударом для группы. Алена решила заняться сольной карьерой. Помогает ей в этом муж Сергей Алексеев, музыкант тяжелой украинской группы «Кул Бифо». Сейчас девушки не хотят вспоминать о том времени, когда Алена сообщила о своем решении покинуть «Виагру». Вот этот трудный период был связан как раз с уходом Алены, насколько я понимаю. Не хотели бы комментировать ситуацию, потому что все, я знаю, так очень много говорили. У нас сейчас большие перспективы, чего желаем мы всем людям, которые, к сожалению... Но тем не менее, чтобы не происходило в любом коллективе, и в том числе нашим, а нашим уже ничего не произойдет в худшую сторону, вот. Но все, что произошло, произошло к лучшему настрою. Вот, мы единственное целое, единое целое. Вот, мы друг друга уважаем, ценим, и самое главное, мы идем к одной цели. Но я играю эту роль, как весь секрет, любовь и боль, живут во мне необъяснимо. Надя, Аня и Вера уже успели сдружиться и сработаться. Недавно на канале MTV появилась вторая версия клипа на песню «Не оставляй меня, любимый». «Не оставляй меня, любимый». Это у нас была фотосессия для обложки нового макси-синга для CD. И при этом MTV... Sony Music, да. Ввели свою, можно сказать, домашнюю видеосъемку. Из этих нарезок и получился такой... Но видеоклип это слишком громко, наверное, скажем прямо, это самое дешевое видео, которое снимала группа «Веатра». Потому что всегда главным, главной визитой карточкой нашей, это были самые качественные видеоклипы, которые всегда попадали в точку. И как бы, можно сказать, что это... Поэтому назвать это видеоклипом, мы бы не решили... Очень сложно. Это очень сложно, и, наверное, это чуть-чуть не то. «Немало разговоров» вызвала и первая версия клипа с садомазохистским уклоном. «А вот первая версия, она вот такой с уклоном в садомазо была. То есть мне просто интересно, откуда такая история появилась». Сказать вам ответ, иногда любовь, которая поется в этой песне, она иногда людям же делает больно. Не всегда любовь. То есть вам когда-то было больно от любви? Мне да. Иногда любовь, она связывала мне руки и не давала делать то, что я хочу. Иногда моя любовь закрывала мне глаза, как и наши, как, наверное, и Константина Меладзе. Поэтому иногда мы слепы, бываем связаны... Вот об этом наша песня. А не о том, чем вы там думаете садомазо. У каждого мысли в разные стороны. На презентации альбома присутствовавшие звездные гости настолько прониклись песнями, что сами поспешили на сцену. Успех «Виагра» породил большое количество групп-последовательниц, женских коллективов, эксплуатирующих сексуальность образов на сцене. Девушек такая конкуренция не расстраивает. Не могу сказать, что мы их ненавидим за то, что они нас подражают. Наоборот, это нам льстит, что все-таки группа занимает такой уровень и такое место в шоу-бизнесе, когда ты людям нравишься. А может быть, наоборот, ты им не нравишься, но тем не менее они пытаются что-нибудь подобное создать. Создавайте, не бойтесь. Но с нами не конкурировать. Мы очень рады, что благодаря нам справа становится сексуальнее, женщины становятся красивее. Потому что все-таки, да, все-таки, когда женщины будут естественны и сексуальны, это будет намного лучше. Давайте мужчины. Мужчины, я думаю, что будут за. Мужчины, я думаю, что это будет намного лучше.